Профилактическая акция «Лучший тюнинг для машин. Установка зимних шин», которую проводят сотрудники ГАИ, началась в конце ноября. За время рейда водителям напомнили о необходимости переобуть автомобили и о правилах безопасного движения в условиях снега и гололеда. Цель одна – предупредить дорожно-транспортные происшествия в зимний период. В период времени с 27 ноября по 4 декабря на территории Республики Беларусь проходит профилактическая акция «Лучший тюнинг для машин. Установка зимних шин». Хотелось бы напомнить всем автолюбителям, что в период времени с 1 декабря по 1 марта, согласно правилам дорожного движения, транспортные средства необходимо эксплуатировать на зимнем протекторе шин. При этом остаточная высота рисунка зимних шин должна быть не менее 4 мм. При этом, согласно правилам дорожного движения, автомобили с технически допустимой массой до 3,5 тонн, свыше 3,5 тонн, а также автобусы до 5 тонн должны эксплуатироваться на зимней резине в период времени с 1 декабря по 1 марта. За время проведения акции правоохранителями было остановлено более 30 водителей транспортных средств. Многие из них успели экипировать свой автомобиль, но были и те, кто не спешил утепляться. Уже я перебыл две недели назад. Устойчивая машина, когда зимняя резина. Очень устойчивая. А на летней резине малящее обледенение и просто машина на дороге не чувствует. Очень приятно, что ГАИ так вежливо и заблаговременно информирует, предупреждает, напоминает о такой важной процедуре, как замена протект, замена вообще шин. У нас пока летняя резина стоит. Будем заменять. Важно понимать, что необходимо не только переобуть транспортное средство, но и перестроиться на зимний стиль вождения. А значит соблюдать небольшой скоростной режим, держать дистанцию и стараться исключать резкие движения. Причем стаж вождения в период зимы особой роли не играет, ведь нельзя поручиться за всех участников дорожного движения, от которых тоже может зависеть ваша безопасность. Гораздо больше за счет непосредственно торможения трансмиссии и тормоза. То есть вам в потоке нужно сначала снижать скорость, затем выжимать сцепление. Заметили, какая разница? Да. Разница спасена жизненностью и денежек в кармане. Покраска одного элемента сегодня очень дорогая. Я могу порекомендовать. Во-первых, как мы уже сказали, да, следить за дорогой всегда. Второе, держать руль двумя руками. Третье, контролировать, какие у нас колеса применяются, если это зимний период, с декабря по март, иметь именно зимний, пригодный для зимнего периода эксплуатации с остаточным рисунком не менее 4 мм. И в случае создания аварийной ситуации пытаться вести себя спокойно, сохранить равновесие. Выполняя эти несложные рекомендации, можно обеспечить собственное спокойствие и не довести до нервного срыва остальных участников дорожного движения. А для того, чтобы на все 100 быть уверенным в безопасности, стоит подумать о смене шин и, возможно, приобретении новых. Резиновая смесь у зимних и у летних шин отличается. И зимняя начинает работать лучше, чем летняя, когда среднесуточная температура воздуха достигает 7 градусов. Ну, в принципе, когда температура воздуха опускается до плюс 7 градусов. Уже можно смело перебываться на зимние шины. Ну и далее, если немного потепляет, то, поверьте, лучше оказаться на зимних шинах при плюс 12 и 14, чем на летних при минус 4, нулей или даже плюс 2. Безопасность на дороге в зимнее время года гарантирует значок трехгорных пиков и снежинки. Если он есть и на шине написано, что она всесезонная, то эту шину можно использовать круглогодично и зимой, и летом. Если на шине написано, что она всесезонная и маркировки трехгорных пиков и снежинки нету, соответственно, эту шину лучше не использовать зимой, по крайней мере, в нашем климатическом поясе. Для тех, кто пренебрегает правилами и любит острые ощущения, предусмотрена мера наказания, административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до половины базовой величины. При повторном нарушении в течение года размер штрафа составит от 2 до 5 базовых величин.